Как обещал, не обманывая, проникло солнце утром рано, как соль полосой шафрановая от замеси до дивана. Оно покрыло жаркой округой, соседний лес, дома-посёлка, мою постель, подушку мокрую и края стены за книжной полкой. Я вспомнил, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Мне снилось, что ко мне на проводе шли полисы вдруг за дружкой, вышли топори, ровность и парни. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа поставлено, преображение Господне, обыкновенный свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень ясная, как знание, к тебе приколит в золото. И вы вошли сквозь мелкой нищенской ногой, трепещущий орушаник в олимпирно-красный лес, в обещанской, горевшей, как печатный пряной. С притихшими его вершинами соседствовало небо важное, и голосами петушины перекликалось данное прозвольное. В лесу, казенном землемершии, стоялась месть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть ямами на пород. Был в силе ощутим физический, спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой правительский, звучал нетронутый распадом. Прощай, глазурь преображенская и золото второго спаса, смягчи последней лаской женской, но и горечь второго часа. Прощайте годы безвременящие, простимся бездне унижений, бросающие в язык женщине, я, вольте его сражение. Прощай, размах крыла расправленный, полета вольное уборство, и образ мира в слове явленный, и творчество, и чудо-клон. Заснуть и не проснуться, пока не прикоснуться, ко мне твои ладони, и мне постигну мяшу, что в мир потусторонний вырвались из плен земного бытия. Развеем, но всем, наш дом и сон тяжелый, о том, что вы не грешны, и перестану я своей душой и тишин разгаривать одненно загадки у тебя. Тон, а на весь окна, светит луч пеницы, шумный бьет крылом петух, день встречает пеньем. Лучший друг нам в жизни сей, вера в проведение, плакет, жди, закон, здесь несчастье, вновь и сон, счастье, пробуждение, в гости. Когда устаю от пустосгонства, во все века улетевшихся вне стельцов, мне хочется, как сон при свете солнца, припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо. Постоянно. Давайте я расскажу просто о самой задаче. Дело в том, что это оказалось именно как раз выставка исследований. То есть пока мы погружались в стихотворение, пока мы разворачивали один пласт за другим, какие-то, как петелька, крючочек, одно найденное в соответствии какое-то, с перекличкой одного пустихотворения с другим, оно цепляется с собой другое. И работа над этой выставкой, она, собственно, и развивалась параллельно с вот этим исследованием. Дело в том, что всегда, когда мы погружаемся в какие-то размышления, а искусство – это всегда размышления, мы невольно задействуем все пласты, которые в нас есть. Эти пласты – это как раз, возможно, те люди, с которыми мы общались всю жизнь, те художники, те поэты, с которыми у нас завязывался некий диалог, мысленный, внутренний диалог на протяжении жизни. И также мы видим и в возникновении вот этого стихотворения Бориса Леонидовича Пастернака «Август». Мы выясняем, что в его друзьях, поэтах, соратниках и не только так или иначе отпечатавшихся в его памяти, в их стихах тоже отражаются подобные темы, которые перекликаются иной раз до щемящей какой-то боли в сердце, до такой точности. Поэтому вот мало того, они большинство из них к моменту написания стихотворения, стихотворения, как вы помните, посвящено вообще-то не больше не меньше как рассуждению о смерти и о предстоянии перед смертью. И здесь возникает тема преображения, преображения перед смертью. поэтому многие персонажи, которые таким образом всплыли, они к этому моменту уже мертвы. Поэтому возникает вот этот мотив испарения того, что вроде бы казалось бы парить не может. Камни, которые то падают, то развивали. Дальше развивались события так, что выяснилось, что и поколение поэтов после также вобрали в себя это стихотворение. Здесь мотив брошенной бутылки с посланием возник уже с более молодыми поэтами относительно Бориса Ильинича, то есть Бродского и Балахатовну Ахмадульну. Вот собственно концепция. То есть концепция родилась вместе с выставкой исследований и есть ради чего мы ее затевали. Ну пожалуй вот все. Мы решили, что когда выставка будет закрываться, мы можем взять и прочитать одно из тех стихотворений, которые здесь написаны на камушке. Так вот на камушках написаны отдельные строфы, да? Не стихи. Да, это отрывки из стихов. Отрывки из разных авторов, да? Ну само стихотворение вот вы видите август, да. Начинаем? А на этих камешках это уже не поставлено. Можно подойти? это уже не поставлено. Вот вы видите портреты этих белых. Портреты, да? А чьи портреты? Там написано? Белый, Браташвили, нет, не написано. Не написано. Мы же не узнали. Большинство из них легко узнать. 93-145. Это Мандельштадт. Это надо камушки брать? конечно. Тут взаимодействие, поскольку это исследование взаимодействия, ну, невозможно без археологии, да, это своего рода такая археология наша совместная. Причем, кстати, многие отзвуки, то есть, были найдены уже после открытия выставки, то есть, она обросла за это время. Многие посетители, которые приходили и вспоминали, вот, вот, такой вот, вспоминали какую-то строчку из определенного стихотворения определенного автора. И он возникал здесь, он появлялся, как мы постепенно смывая пыль, смывая ил, вдруг обнаруживаем артефакт. Ну, смотрите, если мы говорим, да, это Василий Андрей Джуковский и фрагмент этого стихотворения. Сие шепнувшее душе воспоминание о милом, радостном и скорбном старины, сия сходящая святыня свышены, сия присутствие создателя в создании, какой для них язык. В горе душа летит, все необъятное в единый вздох тесниться и лишь молчание понятно говорит. Тогда Павел Васильев с той ярмара к нам осень привезла, ее обозы тридцать днем тянулись, все выгорело золотом дотла, все серебром, все синью добила. Распахивай дверь поскорее заре, впусти в нее запах цветущего сада, увидев, что солнце и день на дворе, как тело с душою нам рада. Я жив, это ветром мне подтверждено, шумящим так громко в листве и посеве заря красным шарфом махнувшим в окно мой ум ослепляет и застеп деревня. Это чем? Рабин Дранаттагор. Да. Это Александр Блоков. Путь спасения духовных наследий иной. Их надо не прятать, а являть миром и являть так, чтобы мир признал их неприкосновенность, чтобы сама жизнь защитила их. Вот святая полновесная благосклонная яблоком своим имперским, как дитя играешь август, как ладонью гладишь сердце именем своим имперским август. Сердце. Ты спросишь, кто велик, чтобы август был велик, кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа, из дней энклезиаста не покидал поста за тезкой алебастра. Ну вот, поскольку... Есть стихотворение, которое начинается на август, ухозяр позолотил период. Волокном потил, и дальше я не помню. Но я на первую строчку помню. Продолжение следует... Продолжение следует...